Последняя тема, которая завершает наш курс по ЛИСПУ, это создание графического интерфейса пользователя. Это так называемые диалоги. Эта тема тоже не слишком трудная. Гораздо труднее сам язык, его особенности. Функциональное программирование, макро, генераторы, замыкание. Это действительно интересные конструкции с точки зрения программирования. А создание графического интерфейса имеет чисто внешний эффект, но особых трудностей в программировании не вызывает. Давайте рассмотрим, как это реализовано в Home ЛИСПУ. Опять-таки, в Full and Common ЛИСПУ, если вы откроете книгу Грэма, вы там ничего про графический интерфейс пользователя не найдете. Вам будет сказано мелким шрифтом, ищите какую-нибудь готовую библиотеку, создающую графический интерфейс, ну, тот же ТКИНТР, подключаете, и будет вам счастье. В Home ЛИСПУ исповедует другой принцип. Принцип «все в одном», поэтому, установив Home ЛИСП, вы получаете простую, скромную возможность, но все-таки делать самодельный графический интерфейс. Значит, в основе графического интерфейса лежат два вида объектов. Так называемый диалог и элемент управления, контроль. Диалог, как тут написано, это модальная форма Windows. Модальная форма, если кто не знает, это форма, которая требует ответа пользователя. Если у вас отображена модальная форма, то ничего другого вызвать вы не сумеете, пока вы не выполните какое-то действие, которое требует этой модальной формы. Поэтому диалоги предназначены для того, чтобы задать какие-то исходные данные, что-то выбрать, и потом запустить программу на выполнение. А элемент управления, это все знают. Ну, это выпадающий список, кнопка, поле ввода и тому подобное. Это то, что как раз делает наш диалог наглядным. Чтобы создать пользовательский интерфейс, нужно выполнить следующее действие. Создать диалог, для этого есть функция. Разместить на нем контролы, для этого тоже есть функция. Назначить контролом обработчики событий, это тоже делается функцией. И отобразить диалог, функция шоу. Все, после этого диалог начинает работать. В принципе, поэтому можно весь пользовательский интерфейс написать просто в среде разработки или даже в блокноте. Но для этого есть в среде, в хоум-лиспе, есть так называемый дизайнер диалогов. Простенький, очень простенький дизайнер. Если кто-то из вас работал, скажем, в C-шарпе с формами, или в Visual Basic, или в Excel, то принцип примерно такой же. Поэтому нет необходимости писать это все вручную. Но мы, тем не менее, разберем, как это устроено внутри. Как создается диалог? Диалог создается вызовом DLG Create. Ну и вы уже, наверное, догадались, что все функции создания диалогов начинаются на DLG. У диалога первым параметром дается атом. Этот атом должен быть чистым, как и в случае графического окна, о чем я вам тогда не сказал. Что значит чистым? У него не должно быть никаких свойств. Если у атома свойства есть, то возможны проблемы. Значит, это должен быть символ, символьный атом без списка свойств. Параметры. Ширина и высота окна и текст заголовка. Больше ничего здесь нет, потому что все элементы управления нужно на этот диалог, на эту форму экранную сажать. Вот, пожалуй, самая сложная функция – это добавление элементов управления. Она называется так – DLG Add Control. И она принимает аж два идентификатора. Идентификатор диалога и идентификатор контрола. Значит, это тоже должен быть чистый атом, который после успешного завершения добавления получит в список свойств целый хвост дополнительных параметров. Тип контрола. Ну, это одно из чисел, которое задает тип, что это? Поле ввода, кнопка, выпадающий список. Координаты левого верхнего угла, ширина и высота – это геометрия, это понятно. Шрифт, которым будет отображаться текст в этом контроле. Заголовок. Он может присутствовать, может отсутствовать, но, в принципе, он предусмотрен. И параметр выравнивания. Как может параметр выравнивания? Ну, влево, вправо или по центру. Вот какие типы контролов поддерживаются. Их не так много, их всего 7 штук. Метка. Ну, это просто надпись. Поле ввода. Простое выпадающие списки. Просто листбокс и комбобокс. Командная кнопка. Ну, а дальше чекбокс, галочка и радиокнопка. Чекбокс – это прямоугольничек с галкой, а радиокнопка – это кружочек с точкой. Как задается шрифт? Шрифт задается так же, как и в графике. Именем, размером, признаком жирности, признаком курсива и признаком подчеркивания. Но тут немножко больше возможностей. Их вот три признака. Когда диалог создан, контролы добавлены, у нужных контролов появляются нужные списки свойств. Через эти списки свойств поведением контролов можно управлять в рантайме. Правда, я очень не рекомендую вам это делать, потому что это достаточно деликатный вопрос. Дальше. Ну, если мы просто это сделаем, то у нас форма отобразится, но она будет мертвой, потому что мы никаким контролом не назначили события. Для того, чтобы назначить события, есть функция dlg setEvent. Она принимает два параметра. Контрол и имя функции обработчика. Она связывает контрол с этой функцией обработчика. И эта функция отныне будет получать управление всякий раз, когда пользователь что-то на контроле сделает. Вот в каких случаях функции обработчик получает управление и какие параметры передаются, это очень интересный вопрос, и все это составляет так называемую событийную модель контрола. На какие события он может реагировать и как. Ну, событийная модель в HomeLisp очень простая, потому что Lisp – это не язык создания пользовательских интерфейсов, но просто было интересно попробовать. Ну, смотрите. Метка может обрабатывать только щелчок мыши. TextBox обрабатывает только нажатие клавиши. ListBox обрабатывает одиночный клик мыши или клавиатуру, или нажатие клавиши. Точно так же и ComboBox. Все остальные элементы обрабатывают только мышиный клик. Достаточно просто, но для большинства простых приложений этого, ну, я бы сказал, вполне достаточно. При этом не забывайте, что идентификаторы контролов и диалогов глобальны. Разработчик диалогов может делать диалог в дизайнере. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. И в данный момент можно отобразить только один диалог. Диалогов можно создать сколько угодно, но поскольку диалог есть модельная форма, то два диалога одновременно мы отобразить не сможем. Да это и не нужно. Ну, а теперь давайте перейдем в среду разработки и под занавес напишем простенькую диалоговую программу. И напишем простенькую диалоговую программу. Так, я сейчас все сверну. и запускаем нашу среду. Вот она запустилась. Распахнем ее на весь экран. Как делаются диалоговые программы? Проще всего их сделать в дизайнере. Дизайнеры вызываются вот этой кнопочкой. Вызов редактора диалогов. Вот у нас появилась заготовка формы. Мы еще подцепляем ее размеры и меняем их по нашему усмотрению. Ну, например, вот так. Дальше. Вот тут имеется окно свойств. Здесь можно указать заголовок. Ну, давайте напишем вот тут какое-нибудь что-нибудь по-русски. Например, Привет из Home Lisp. Вот у нас появилась, нарисовалась пустенькая форма. Разместим на ней две кнопки. Размещаем мы их так. Ну, например, так. Одна кнопка. И вторую разместим. Видите, кнопкам по умолчанию присваиваются имена. Кнопка 1, кнопка 2. Как в настоящем дизайнере. Ну, посмотрим. Ширины кнопок у нас у этой, у кнопки 2 150 пикселов, у этой 168. Ну, давайте мы сделаем, чтобы они зрительно были одинаковые. Вот так. Ну, например, вот так. Теперь на эту кнопку, на кнопку 2, мы можем, кстати, поменять надпись, написать здесь закрыть. Когда делаете диалоговый интерфейс, первым делом позаботьтесь о том, как выйти. А то потом сами будете мучиться. закрыть. Мы можем посадить на эту кнопку иконочку из стандартного списка. Но он не очень, не очень большой, но что-то в нем все-таки есть. Давайте найдем крестик. Опа. Вот мы посадили. Закрыть. А на эту кнопку, на ней напишем «Привет». И тоже посадим кнопку. Ну, тут у меня набор иконок-то достаточно скромный. Я все никак. Ну, например, вот этого котика. Так. Теперь назначаем процедуру события. Что нужно делать, чтобы закрыть? Давайте. наш диалог. Вот у нас все, что у нас сейчас есть, это диалог и две кнопки. Значит, запомним, что диалог называется подчерк, DLG подчерк. Это для нас важно. Назначаем событие на кнопку «Закрыть». Нажимаем вот эту кнопочку с изображением молнии. И здесь в редакторе пишем сначала DLG по-русски DLG DLG Hide Убираем наш диалог с экрана. Раз. А потом и удаляем его из оперативной памяти. DLG Destroy тот же самый диалог. DLG Есть. Возвращаемся сюда. И теперь назначим событие на кнопку «Привет». А здесь мы просто вызовем функцию «Say», в которой скажем там «Привет, мир». «Привет, мир». «Баланс скобок». Все. Диалог готов. Теперь нужно превратить то, что мы сделали в Lisp-код. Делается это нажатием на эту кнопочку «Сгенерировать Lisp-код». И сейчас среда нас спросит под каким именем сохранять этот диалог. Ну, давайте напишем вот так «SSYP летняя школа юного программиста 2020». Программный код с генерирован. Все. Больше нам здесь делать нечего. Выходим отсюда. А теперь этот код можно запустить. Выбираем «Загрузить файл». И тут выбираем «SS». Вот он. «SSYP». И говорим «Открыть». Так. У нас появилась формочка. Вот. Это модальное окно. Мы можем нажать кнопку «Привет», и мы получим ожидаемый «Привет, мир». Можем еще раз нажать. И когда мы нажимаем «Закрыть», то у нас диалог завершается. Кстати, вот тут я вам показываю, что на самом деле сгенерировал этот дизайнер, когда мы строили диалог. Ну, тут вот видно как раз, ну, во-первых, это обработчик ошибок. На тот случай, если такой диалог уже существует, создается диалог, добавляется один контрол, добавляется картинка, добавляется второй контрол, добавляется картинка, назначается одно событие, назначается другое событие. Собственно, все. Вот. Ну, на этом мы с вами базовое изучение ЛИСПа завершаем. Всем, кто меня слушал до конца, спасибо за внимание. Ну, и я вас благодарю за то, что вы дослушали. Курс был непростой и довольно объемный. Все, кто слушал, молодцы. Субтитры сделал DimaTorzok